В Московском доме общественных организаций состоялся фестиваль «Моя судьба в судьбе России». Четыре года назад кинофорум был задуман как конкурс документальных фильмов патриотической и социальной тематики, созданных региональными отделениями Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы «Инвалиды войны». Но с прошлого года фестиваль расширился. Уже во второй раз он открыт для участия всех кинодокументалистов. Членами жюри и гостями форума стали курсанты военных училищ, школьники, студенты вузов. Мы задумали как раз этот кинофестиваль для того, чтобы показать молодому поколению, школьникам, студентам, да совершенно любому человеку, что ребята, которые прошли Афгану, Чечню, любое боевое действие, ветераны боевых действий, что они не пали духом, что они борются. Среди почетных гостей фестиваля – общественные деятели, участники и ветераны боевых действий в Афганистане и других горячих точках, известные артисты. На торжественной церемонии закрытия форума звучали стихи и песни современных авторов, произведения, уже ставшие кластикой. Мне снится тоже, Афган снится, и Кавказ снится, бывает, и летаю в Афгане до сих пор. И знаете, при исполнении наших песен, да, патриотических, просто хороших народных песен, у меня на глазах слезы просто наворачиваются, понимаете? На кинофестиваль пришли люди, для которых понятие «патриотизм» и «долг» – не просто слова, а действительно отданное служению Родине жизнь. Если крикнет «Рать святая», бросьте Русь, живи в раю, я скажу, не надо рая, дайте Родину мою. Понимаете, вот этим все сказано. Любовь, что такое Родина? Это семья, это твои родители, это твои дети, это школа, где ты учился, это город, где ты родился, и это все объединяет Великая Русь. Просто словами это трудно передать. Фестиваль проходил в течение трех дней. Участниками финального показа стали 17 документальных лент. Лучшие из них жюри конкурса отметила призами. В номинации «За фильм об инвалидной организации» победителем стала картина «Марафон «Сильные духом», рассказывающая о социально-патриотической акции, проходившей в Крыму. Приз зрительских симпатий завоевала лента «Огонь нестареющих сердец» из цикла «Восхождение», созданная региональной общественной организацией «Стратегия». Первую премию получил фильм документалистов из Кабардино-Балкарии «Сильные духом». Фестиваль прошел при поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы Комитета общественных связей города Москвы. Информационным партнером кинофорума стал портал Инва-ТВ. Для того, чтобы показать, что инвалиды войны и военные травмы – это люди, которые способны очень на многое, которые могут быть и государственными деятелями, и заканчивать институты, университеты, заниматься спортом и творчеством, работать все вместе на благо нашей страны. Вот для этого, собственно, и был сделан этот фестиваль. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok